Латвийзинец, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Латвийская армия сообщает на Фейсбук, что на этой неделе будет проходить облёт истребителей со стороны Латгалаевидземы. С 19 по 25 февраля плановые тренировочные полёты истребителей союзных войск пройдут в районах Латгалаевидземы в светлое время суток. Благодарим за поддержку в укреплении обороны Латвии, пишет Латвийская армия. В Латгальский районный суд передано уголовное дело, связанное с убийством семилетней Юстины Рейниковой. Отцу и мачехи девочки предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах и жестоком и насильственном обращении с несовершеннолетним. Обвиняемые нанесли девочке тяжкие телесные повреждения, в результате чего она скончалась, говорится в сообщении прокуратуры. Массовое выдворение российских граждан из Латвии маловероятно, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. Отдельные случаи принудительного выезда будут проходить на разных этапах. Либо человек смирится и уедет, либо попытается обжаловать решение. К концу ноября Латвия предположительно покинула примерно тысячи человек, а около 200 человек подали заявление на пересмотр срока на выезд. Более полумиллиарда евро из средств Евросоюза на инвестиции не будут использованы в этом году, говорится в докладе Министерства финансов. Чтобы избежать потери этих денег, расходы бюджетом в 2025 году должны составлять около 750 миллионов евро, то есть быть увеличены примерно на 150 миллионов. Латвии нужна долгосрочная энергетическая стратегия, заявил сегодня президент Эдгар Ринкевич. Развитию энергетического сектора будут способствовать понятные всем правила игры, считает президент. По его словам, это важно с точки зрения безопасности, также и с точки зрения конкурентноспособности. В этом месяце были уволены финансовый директор Латвии Сдельстельш Рэмс Разумс и руководитель технической дирекции экс-член правления Эрик Шмукстс. Также был понижен в должности руководитель управления железной дороги Владлен Македонс. Сообщилам программы НК Оперсона ИГТВ-3. Новые требования, новая динамика требуют иного подхода, пояснил увольнение руководитель Латвии Сдельстельш Риналдс Плявникс. На портале общественных инициатив Manabals.lv начат сбор подписей за то, чтобы не менее половины книг в книжных магазинах были на латышском или других языках Евросоюза. Цель инициативы – способствовать доступности и популярности произведений латышских и европейских авторов, а также поощряет перевод произведений иностранных авторов на латышский язык. Многие в этом месяце получили большие счета за отопление. Одна из причин в том, что мы живем в энерго-неэффективных домах. В зависимости от потребления теплоэнергии дома делятся по классам эффективности от А до Ф. Новостройки должны соответствовать классу А. Класс А – это 40 кВт-ч на квадратный метр. В то время как у Хрущева потребление – 152 кВт-ч на квадратный метр. Во второй половине этой недели в Латвию придет весна. В течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться, и середина недели, как ночью, так и днем, она будет выше нуля. В конце недели воздух может прогреться до плюс 10 градусов. Оставшийся снежный покров на многих местах растает или значительно уменьшится. Латвия Зиннис – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.